Гайдзин Энтертейнмент Маус против резервных танков Полевая почта! Разработчики отвечают на ваши вопросы Но сначала ставим штопор себе на службу Еще секунду назад самолет стоял в вираже И вот вы уже валитесь вниз в бесконтрольном вращении Самолет не слушается управления А стрелка на альтиметре беспощадно стремится к нулю Штопор! В симуляторных боях этого внезапного явления Побаиваются даже опытные игроки А уж у новичков он временами вызывает самую настоящую панику Однако это вовсе не конец В этом видео мы не только разберем, что такое штопор И как из него выходить Но и научимся ставить это явление себе на службу Знаете, у настоящих летчиков на заре эры авиации Все было точно так же, как и у начинающих игроков в симуляторных боях Пионеры воздухоплавания не понимали сути штопора И строили самой фантастической версии, почему он происходит Доходило до предположений, что штопор начинается из-за попадания самолета в некое пространство С иными физическими свойствами воздуха Первым русским асом, который совершил преднамеренный вход в штопор и выход из него Был Константин Арциулов, знаменитый летчик и художник Тщательно проанализировав физический смысл штопора Арциулов не только понял, что происходит на самом деле Но и разработал методику вывода самолета из штопора А затем 16 сентября 1916 года опробовал эту технику на самолете Ньюпор-21 На глазах замерзших от ужаса сослуживцев И все получилось Так что же понял Константин Арциулов? Давайте возьмем легкий в пилотировании истребитель-моноплан, например, Ки-43 И рассмотрим штопор на его примере Благодаря профилю крыла воздушный поток над и под крылом движется с разными скоростями Над крылом воздух движется быстрее А значит, благодаря следствию из закона Бернули Над крылом давление понижается Под крылом давление, наоборот, увеличивается Благодаря разности давлений создается подъемная сила Когда в результате потери скорости давление над и под крылом выравнивается Происходит так называемый срыв потока Крыло перестает создавать подъемную силу И самолет проваливается Суть штопора в том, что срыв потока происходит неравномерно Не по всей площади крыла И самолет не просто опускает нос А заваливается на ту плоскость, на которой срыв потока произошел раньше И устремляется к земле Как же выйти из этого положения? Да проще простого Арциулов понял, что не надо работать элеронами Они при штопоре не действуют Также не стоит пытаться парировать крен и поднимать нос самолета Его лучше, наоборот, опустить Пусть самолет разовьет скорость Одновременно с этим нужно остановить вращение с помощью руля направления И все! Самолет нормальной аэродинамической схемы Сам быстро превратит штопор в пикирование Обе плоскости заработают нормально и останется только перевести машину в горизонтальный полет Давайте и мы повторим опыт Константина Арциулова Наберем на КИ-43 высоту 2000 метров Уберем газ и немного приподнимем нос Уже через несколько секунд мы услышим характерный шелест А с-за концовок плоскостей начнут срываться белые инверсионные жгуты Это явный признак скорого срыва потока Для того, чтобы сделать этот срыв неравномерным Резко развейте крен Примерно градусов 45 И возьмите штурвал на себя еще сильнее И тогда ваш самолет плавно перейдет в обыкновенный устойчивый штопор Наслаждайтесь! Совершив витка 3-4, отдайте штурвал от себя до упора А руль направления выставите максимально против вращения самолета Для более быстрого выхода из штопора Энергично шевелите рулями высоты и направления на 10-15% их хода от крайних положений Так вы сделаете их работу еще более эффективной И... чудо! Самолет опустил нос и перестал вращаться Нормальная работа крыла дает о себе знать характерным рывком И машина в отвесном пикировании устремляется к земле Не спешите выводить ее в горизонтальный полет Пусть немного наберет скорость И вот только потом плавно возьмите штурвал на себя Поздравляем! Вы только что победили штопор Пройдя по стопам Константина Арцеулова А теперь попробуйте снова забраться на высоту и повторить штопор Но потеряв уже не тысячу, а всего 500 метров Когда у вас получится, знайте Вы только что обрели возможность провалиться в тар-тарары Перед самым носом у противника И возникнуть из ниоткуда прямо у него под брюхом Слепой зоне А сейчас экспериментальный выпуск исторической рубрики Про технику, которая появится в игре совсем-совсем скоро В Советском Союзе речные военные флотилии по старой традиции Относились не к флоту, а к армии Так повелось еще со времен первых русских бронекатеров Которые предназначались в основном для защиты прибрежных крепостей На Дунае и Днепре и находились в распоряжении комендантов Этих самых крепостей Такое особое положение речных флотилий Сыграло немалую роль в появлении феномена речного танка Бронекатера проекта 1124 Сухопутные военные и мыслят по-сухопутному Когда появилась потребность в новых бронекатерах с малой осадкой В тех заданиях обозначили несколько любопытных требований Во-первых, Верха требовали, чтобы новый катер Умещался на стандартной железнодорожной платформе для открытой транспортировки Это чтобы можно было быстро перебросить бронекатера хоть с Амура на Дунай Во-вторых, в армии решили не конструировать для бронекатеров специальные башни А поставить то, что было на складе Башни от танков Т-28 с 76-мм пушками Задание на постройку нового бронекатера под названием «Проект 1124» Получил Лен Речь Суда Проект в символичный день 22 июня Правда, 1932 года Главный конструктор Юлий Юлиевич Бенуа выполнил требования заказчика полностью Судно в готовом варианте было чуть больше 25 метров длиной и 4 метров шириной С осадкой в 70 сантиметров и плоским дном Кроме орудийной башни с 76-мм орудиями На катер установили пару пулеметов калибра 7,62 Два двигателя ГАМ-34, созданных на основе авиационного АМ-34 Могли выжать до 21 узла по стоячей воде Поступравление, машинное отделение и погреб боезапаса Сварили броней 8 мм Небоевые же части склепали в 4 мм Флот, танки, артиллерия, авиация Как видите, взяли от всего понемногу Прямо перед войной катера начали спешно модернизировать Морально устаревшие пушки образца 1927-1932 годов Заменили новыми L-10, а позже L-11 Башни теперь тоже ставили не от старых Т-28, а от знаменитых Т-34 Так катера приобрели свой особый узнаваемый вид Кроме того, башням увеличили угол подъема орудий В то время как танки стреляли прямой наводкой Бронекатерам часто приходилось вести навесной огонь Важные узлы прикрыли дополнительной броней А также добавили рельсы для сброса мин Хотя умельцы ухитрялись ставить минные заграждения С бронекатеров и до этого С помощью подручных материалов Ну а поскольку остановиться было трудно На часть катеров поставили еще и зенитные орудия лендера Чтобы охотиться на самолеты Еще интереснее была идея, которую воплотили уже в ходе Второй мировой Когда сталинский орган доказал свою боевую эффективность Для бронекатеров проект 11-24 разработали специальный Флотский вариант «Катюши» — М8 Наземные «Катюши» наводились грубо Простым поворотом грузовичка ЗИС А в движущейся воде правильно поставить катер было крайне сложно В итоге конструкторы решили добавить к речному варианту Возможность поворота самой пусковой установки на 360 градусов И вот 29 августа 1942 года В судовом журнале катера «БКА-314» впервые появилась запись «Вели огонь по деревне рынок из М8» Израсходовано 45 реактивных снарядов Уничтожен взвод автоматчиков А теперь переходим от истории к веселым глупостям Помните, вы предлагали нам темы для следующего испытания? Так вот, добрые зрители, недолго думая, предложили нам столкнуть легендарный «Маус» и несчастные резервные танки Ну правильно, что, драться-то нам Ну ладно, идея безусловно безумная, но давайте попробуем Возьмем, к примеру, советский БТ-5 Зарядим его по самой «не хочу» каморными снарядами И смело отправимся навстречу грозному противнику Охота получается не очень Стреляем в борт, корму и даже в крышу Пробития нет Враг с интересом наблюдает за нашими потугами И, знаете, даже башни не двигает Хорошо, может у нас получится на британском Тетрархе? Неа, все бестолку Так, вдруг плавающему LVT больше повезет? А? Резервный «Панцер-3» модель «Б» Я выбираю тебя И... Маусу лишь щекотно Ну, наверняка вы просто хотели посмотреть, как мы будем впустую переводить снаряды, правда? А что если пострелять точно в ствол? Он же не просто текстура с хитбоксом Он полноценный модуль, связанный со всеми остальными Заезжаем в лоб, стреляем в отверстие главного калибра и... О чудо! Мы выбиваем казенник Еще и экипаж поранили Следующими выстрелами выбиваем заряжающих и наводчика И вот грозный соперник повержен И еще И еще Ох, это очень приятное ощущение Конечно же, мы не смогли бы победить этого исполина, если бы зарядили фугасы или шрапнель Так что, если хотите убить эту злую мышь, используйте только бронебой Наконец, мы подошли к традиционной последней части нашей программы К вашим вопросам из комментариев С вами снова Полевая Почта Рубрика, в которой мы с вами общаемся, обсуждаем игру, собираем идеи и отвечаем на вопросы из комментариев За более точными и подробными ответами заглядывайте на форум разработчиков А мы начинаем Первый вопрос от Константина Асылбаева У немцев есть кугель-блиц У советов ЗСУ-37 Планируете ли добавить зенитку американцам? На пятой ранг и с хорошим бронепробитием Привет, Константин Есть чем вас порадовать В 1.63 в игре появится знаменитая зенитка М163 «Вулкан» Три тысячи выстрелов в минуту Это вам не шутки А вот нам пишет Даниил Курчанов Он спрашивает, появятся ли на пятом ранге премиумные самолеты Ответ простой Нет, не появятся Мы считаем, что дорога на пятый ранг должна открываться через пот и кровь, а не через кошелек Вы ведь с нами согласны? Следующий вопрос от Никиты Курбатова Ведется ли в данный момент работа над истребителем «The Heavyland Hornet»? Привет, Никита! Мы про этот прекрасный самолет не забыли Однако точную дату релиза назвать, увы, не можем Ну, чтобы не огорчать, если придется что-то отложить А вот любопытный вопрос от Ивана Калмогорова На советские танки послевоенного периода начали ставить стабилизаторы Для прицеливания на ходу Реализованы ли такие стабилизаторы в игре? Привет, Иван! Тут все просто В игре работа стабилизатора имитируется высокой скоростью вертикального наведения Кроме того, в аркадном режиме работает АСЦ Автомат сопровождения цели Который по нажатию и удержанию кнопки Сам наводит оружие на выбранную цель Система, конечно, не идеальная И мы, возможно, еще ее переделаем На этом все Свои вопросы оставляйте прямо в комментариях к этому видео Мы их читаем И, может быть, именно ваш вопрос войдет в один из следующих выпусков Полевой почты С вами были Игромания и Гайдзин Энтертейнмент До встречи в следующий четверг Субтитры создавал DimaTorzok